Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаев, Черкесия В рамках празднования Дня Добровольца в Доме Правительства Республики чествовали студентов-волонтеров. Во время пандемии ребята помогали медикам, развозили по адресам лекарства и продукты. Затем они поддерживали беженцев, а сейчас оказывают помощь семьям военнослужащих, которые уехали на СВО. Волонтерам вручили грамоты и благодарности от имени сенатора Ахмата Салпагарова и руководства Главного управления Республики по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Среди награжденных Данила Дышеков, который принимал активное участие в волонтерской деятельности. Есть огромное желание помогать людям, и я всячески стараюсь его восполнить. Участвовали мы во многих акциях, от проведения урока в школах до помощи людям во время пандемии, когда мы разносили пожилым людям лекарств и продукты. Они были рады помощи. И это внушало веру в то, что я занимаюсь правильным делом. А в школах дети просто внимательно слушали и понимали нас. И это было тоже очень приятно, потому что я понимаю, что я не зря тратил свое время. Свой вековой юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны, жительница Черкеска Наталья Нарожния. Родилась Наталья Федоровна в Белгородской области в 1922 году 20-летняя девушка добровольцем ушла на фронт, защищала родину в составе 78-й гвардейской ордена Суворова Вислинской стрелковой дивизии, награждена орденом Отечественной войны второй степени, медалями за боевые заслуги, за победу над Германией и другими наградами. В послевоенные годы Наталья Федоровна восстанавливала страну из руин, работала в нотариальной конторе Черкеска, в городском суде и других ведомствах. В Региональном министерстве промышленности, энергетики и транспорта обсудили внедрение системы спутникового контроля транспорта государственно автоматизированной информационной системы «Эроглонас» на муниципальном и межмуниципальном общественном транспорте республики. Участники встречи обозначили, что при проведении открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам и в Черкесске необходимо включить в конкурсную документацию требования к перевозчикам по обязательной передаче данных в региональную систему «Эроглонас» для отслеживания движения транспорта в режиме реального времени. Такая аппаратура должна будет обеспечивать определение местоположения транспортного средства и передачу информации о его местоположении и скорости в целях реализации контрольно-надзорных полномочий. Уже в следующем году система спутникового контроля будет внедрена в общественный транспорт республики. Программа, по которой бесплатно догазифицируется домовладение граждан, станет бессрочной. Это позволит большему количеству граждан бесплатно провести газ до своих участков. Ранее предполагалось, что эта программа, в рамках которой догазифицируются, в том числе и частные дома, завершится 1 января 2023 года. Напомним, социальная газификация – это федеральная программа, в рамках которой отменили плату за подключение от магистральной трубы до границ участка. Суммы разнились по регионам, но в среднем от 30 до 60 тысяч рублей. Стоимость подключения до границ участка фиксированная, рассчитывается по стандартизированным тарифным ставкам и не зависит от реального расстояния от трубы до забора. Однако теперь жители Карачао-Чекеси также могут бессрочно пользоваться данной программой. Кроме того, детским садам, школам, поликлиникам, больницам, фельдшерско-акушерским пунктам, отделениям врачей общей практики и врачебным амбулаториям, расположенным в газифицированных населенных пунктах, больше не придется платить за проведение газопровода до границ земельных участков, на которых они расположены, а также за само подключение зданий к газораспределительным сетям. В Карачао-Чекеси ведется активная реализация национального проекта «Экология». Предварительные итоги работы ведомства в 2022 году подвела первый заместитель министра экологии и природных ресурсов в республике Валентина Лешова. Мы участвуем в трех проектах национального проекта «Экология. Чистая страна», сохранение лесов и сохранение уникальных водных объектов. По федеральному проекту «Чистая страна» нам с момента реализации этого проекта удалось рекультивировать три свалки и два объекта промышленных, накопленного ущерба. Надо сказать, что в рамках столетия мы закончили рекультивацию хвостохранилища досрочно. В середине года мы сдали этот объект. У нас была рекультивация хвостохранилища Ребрусского родника и рекультивация хвостохранилища горно-обогатительного комбината в Уропе. Это очень два больших объекта. 56 гектар в Уропе восстановили земель и 6 гектар – это Ребрусское хвостохранилище. Кроме этого, мы рекультивировали три свалки в рамках этого проекта. Я должна сказать, что это очень хорошо сказалось на качество жизни людей. Ведь у нас станица преградная под действием пыли с хвостохранилища. Заболевания возрастали. Естественно, комфортное проживание на этой территории было снижено. Более 217 тысяч жителей республики получили прививку против гриппа в том числе свыше 52 тысяч детей. В процентном соотношении это почти 53%, а всего в наступившем эпидсезоне ОРВИ и гриппа предстоит привить около 60% населения республики для создания коллективного иммунитета, препятствующего активной передаче и распространению гриппозной инфекции. В настоящее время заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Карачао-Черкесе соответствует средним многолетним показателям. По итогам прошлой недели в республике эпидемические пороги заболеваемости не превышены, и тем не менее прирост составил 23%. Положительная динамика прироста отмечена во всех возрастных группах населения, а наибольший темп отмечен среди взрослого населения здесь на 28%, и школьников в возрасте 7-14 лет на 25%. В самом крупном городе республики Черкесске динамика прироста заболеваемости также положительная в целом и среди всех когорт населения. В региональной столице для обеспечения безопасного передвижения по улицам города установлено дополнительное освещение, пешеходное ограждение, заменены несколько светофорных объектов, отремонтированы тротуары. Кроме того, на 28 участках дорог общей протяженностью более 13 километров уложено новое асфальтовое покрытие. Информацию комментирует заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Черкеска Равиль Тикеев. Каждый год мы стараемся по 13 километров выполнять дорогу. Это условия и программы, и паспорта республики. В текущем году по состоянию на ноябрь месяц все работы уже завершены, остались мелкие недочеты, которые подрядчик исправляет. В соответствии с муниципальными программами на каждую дорогу есть гарантия 5 лет. В течение 5 лет, если что-то случится с покрытием, подрядная организация обязана устранять. За 10 месяцев этого года на территории республики зарегистрировано 510 преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Из них тяжких и особо тяжких составов 259, связанных с хранением 293, со сбытом наркотических средств 179. Вместе с тем в суд направлено 3 уголовных дела по факту сбыта наркотического средства N-метиллефедрон несовершеннолетними или с их участием. Фигуранты этих дел несовершеннолетние жители Ставропольского края, причем одно из указанных преступлений совершено с участием взрослого и одно совершено с участием малолетнего, которому на момент совершения преступления не исполнилось 14 лет. В республиканском наркологическом диспансере на учете состоит 1207 человек, из них 577 – это люди в возрасте от 18 до 39 лет. Черкесский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела главного управления МЧС России по Карачае-Черкесии, который обвиняется в должностном преступлении. Информацию комментирует старший помощник прокурора республики Елена Дермаграева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в совершении служебного подлога. По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемый, занимавший должность начальника отдела материально-технического обеспечения Главного управления МЧС России по Карачае-Черкесской республике, без проведения экспертизы, выполненных обществом с ограниченной ответственностью автошкола спецхозяйства работ по тихучему ремонту и техническому обслуживанию автомобильной и специальной техники Главного управления МЧС России по КЧР, изготовил фиктивные документы, которые свидетельствовали о надлежащем исполнении контрактных работ. Однако, предусмотренные договором работы не были выполнены должным образом. На основании подложной документации вышеуказанного характера была осуществлена оплата договорных работ, вследствие чего бюджетные средства на сумму свыше 577 тысяч рублей были похищены руководством ООО «Автошкола спецхозяйства» и начальником гаража Черкесского городского муниципального унитарного предприятия «Специализированное автохозяйство». В настоящее время уголовное дело направлено к Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. В четырех муниципальных образованиях Карачао-Черкесии Россети Северный Кавказ смонтировали почти 7800 интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Новое оборудование, в частности, установлено в ряде населенных пунктов Абазинского, Прикубанского, Карачаевского районов и Этиберде. Монтаж смарт-счетчиков и внедрение современной цифровой системы передачи и учета данных произведены на собственные средства электросетевой компании в тех муниципальных образованиях республики, где ранее фиксировался высокий уровень потерь энергоресурсов в сетях. Работа по оснащению домовладений потребителей умными приборами учета велась с осени 2020 года по ноябрь этого года. Больше всего овощей из Карачао-Черкесии отгружаются в Краснодарский край. Такие данные приводит Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора. Подробности сообщила старший государственный инспектор управления Зинаида Исаева. За 11 месяцев 2022 года под контролем Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора с территории Карачао-Черкесской республики отгружено более 27 тысяч тонн овощной продукции. Больше всего продукции направлено в Краснодарский край свыше 1100 тонн свежих овощей. На втором месте Ульяновская и Свердловская области. Примерно одинаковые объемы около 650 тонн продукции направлены в Республику Башкортостан, Новосибирскую и Ярославскую области. Свежие огурцы и помидоры поставляются также в Тюменскую область, в Республику Адыгею, Республику Татарстан и другие регионы страны. Вся продукция прошла исследование на соответствие фитосанитарным требованиям Российской Федерации. Исследовательский проект кандидата физико-математических наук, доцента кафедры информатики и вычислительной математики Аминат Узденовой получил грант Российского научного фонда. Проект преподавателя Карачао-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева новый подход к моделированию гальванодинамического режима массопереноса в электромембранных системах был представлен в конкурсе проведения фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами. Электромембранные системы составляют основу электродиализных аппаратов, нано- и микрофлюидных устройств, которые применяются при очистке вод, переработке сельскохозяйственной продукции, выполнении химических анализов и многих других сферах человеческой деятельности. Проект Амината Узденовой посвящен развитию методов теоретического анализа процессов переноса ионов в мембранных системах в режимах интенсивных токов. Акция «Вода России» справедливо признается одной из крупнейших экологических инициатив Российской Федерации. Уже девятый год она собирает жителей страны для участия в субботниках, объединив людей со всей страны. Традиционно 5 декабря, в День добровольца, официально подводятся итоги сезона акции «Вода России». Более 173 тысяч человек в этом году убрали тысячу километров берегов рек и озер Карачао-Черкесии. В период с февраля по ноябрь текущего года было проведено более 300 мероприятий по очистке от бытового мусора берегов водных объектов. В мероприятиях приняли участие представители Минприроды Карачао-Черкесии и подведомствах учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты и преподаватели, сотрудники администрации городских и муниципальных районов, коммерческих организаций, активисты волонтерских организаций и молодежных движений. Основная задача акции – формирование в сознании населения основных принципов бережного отношения к водным объектам как уникальным жизненно важным ресурсам для населения страны в целом. В прошлом году наша республика также заняла вторую строчку в общероссийском рейтинге акций «Вода России» с более чем 140 тысячами участников. В этом году по всей стране прошло около 22 тысяч мероприятий акции «Вода России», в которых поучаствовало более 1 миллиона 342 тысяч волонтеров. Карачао-Черкесия в пятерке популярных направлений для горнолыжников. Российский сервис бронирования отелей и квартир «Твилл.ру», проанализировав данные бронирования, определил самые любимые горнолыжные курорты россиян. Так Архиз занимает вторую строчку рейтинга после Красной Поляны Краснодарского края, а Домбай – четвертое место. На третьем месте – Ширигеш Кемеровской области. На последних шести строчках находятся Сартовала Карелии, Выборг и Златоуст Ленинградской и Челябинской областей, Лахтинпохе Карелии, Банай Башкирии и Карабицыно Ленинградской области. Жители и гости Карачао-Черкесии могут посмотреть красоты всей страны, посетив Тиберзинский национальный парк. Там разместилась фотовыставка «Первозданная Россия», которая проходит в информационном визит-центре парка. В экспозицию вошли лучшие фотоработы одноименного фестиваля за последние несколько лет. С их помощью посетители могут совершить путешествия по необятным просторам нашей страны от холодных арктических полей до кавказских вершин. Ну и последняя информация. В Обнинске прошли всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на Кубок губернатора Калужской области. Спортсмен из Карачао-Черкесии Даниил Агамян завоевал бронзу в личном многоборе и три бронзовые медали в упражнениях на коне, опорном прыжке и на перекладине. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду при порывах до 14 метров. Температура воздуха от минус 3 до плюс 2. В горах до 7 градусов тепла, местами на дорогах гололед. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду при порывах до 14 метров. Температура воздуха от нуля до минус 2. На этом информационный блок с Ритой Неровой завершен. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!